Русская история Вот придет немецкий танк, это же приглашение в Берлин Дело не в нашем политическом режиме, не в чем-то другом Просто им не нужна такая большая самостоятельная страна, как Россия Но только в этот раз, когда за шивороты из бункера будем их вытаскивать Мы просто обратно не будем уходить, мы там останемся Мы будем вспоминать название Берлин, на русском языке как звучит? Бер, Медведь, Лин, город, Берлога, это наш город Или допустим, Бреславу, Преславль, наш город Был я там? Померание, померание, это поморье наше У нас 730 населенных пунктов в Германии Это русские города, которые они мечены Они все время ждут, когда же мы придем их спасать Потому что Европа, главная проблема Европы, она не может родить ни одной идеи, кроме фашизма Если мы все искренне хотим помочь украинскому народу преодолеть этот кризис То необходимо решительно отказаться от пресловутых игр с нулевым результатом От поощрения ксенофобских, неонацистских настроений От опасного комплекса превосходства Который Гельмут Шмидт недавно назвал манией величия Характеризуя политику Евросоюза в отношении Украины Вы говорите, что президент Порошенко нацист? Конечно, он поддерживал нацистов Он был на Майдане, он спонсировал так называемый правый сектор И Ляшко американцами номинирован в качестве главного сегодня Такого политического образа, отражающего украинский фашизм Такого фюрера своего рода Фашистская пропаганда, которая ведется под контролем И по рекомендациям американских специалистов делать свое дело Украинский народ фактически сегодня низведен до уровня зомби Которых убедили в том, что Россия враг На Украине мы видим самые чудовищные примеры Ренессанса самого настоящего фашизма На том месте, где мы находимся Вот, как я уже сегодня говорил На Днепровской купеле На Киевской купеле Был выбор, был сделан выбор для всей Святой Руси Вот здесь был выбор сделан для всех нас Наши с вами предки, которые жили вот на этой территории Они сделали этот выбор для всей Для всего нашего народа Мы не требуем, чтобы Зеленский сдавался Мы требуем дать приказ прекратить сопротивление Наша цель не включает в себя смену режима на Украине Это американская специальность Мы же не начинали войну В Украине, Донбассе Мы ее заканчиваем Что касается основной части 99,9% наших граждан, наших людей Которые готовы все положить в интересах Родины Вот я сколько общаюсь, мало кто понимает, что мы там делаем Потому что границу сюда никто не перешел Здесь для меня как бы необычного ничего нет Я сам особо не понимаю Но это просто лишний раз убеждает меня в том, что Россия особая страна Медиа-специалисты Кремля все-таки настоятельно рекомендовали шефу Повысить коммуникацию с обеспокоенной общественностью Мера имеет вынужденный характер Так как российская аудитория Со все большим отторжением Относится как к паркетным пропагандистам Так и к сермяжным военкорам Вы не слышите меня Я категорически не принимаю то, что вы сейчас говорите Данные крайне засоренные ретрансляторы Либо будоражат массы Либо забивают баки нелепостями Отсюда появилась сакраментальная путинская Верить никому нельзя Только мне Но попытка информационного наступления мелкого кормчего Выглядит как-то не очень Путинские смыслы обветшали И сам он демонстрирует сплошные поведенческие неисправности Из-за психотравм В общем, не зажигает аудиторию Не дает ценной информации Не успокаивает Всего лишь какая-то зацикленная тарахтелка Я считаю, что мы действуем в правильном направлении Мы защищаем свои национальные интересы Интересы наших граждан, наших людей Повторю еще раз Самые железные аргументы в пользу такого образа Путина Приводит его медиа-батрачка Симоньян У нее, похоже, речекряк заел И она вдруг вывалила выводы года Товарищи в Кремле и чиновничья братья Перестали нам врать Надо заканчивать врать На всех уровнях, везде Это уже какая-то фишка армянской пропагандистки Которую она внедряет в российские мозги с сентября Играет в дурнушку Распилив в 2022 году 29 миллиардов рублей На главном рупоре Russia Today Того и смотри еще организует партию правды И информационной экологии Мы ходим в красивых костюмах Вечером можем себе позволить зайти в хороший ресторан На жизнь грех жаловаться, правда же, совсем грех жаловаться Слава Богу, спасибо Господи Забавно, но если в России формируются региональные армии То почему бы и пропагандистам не создать свои самостоятельные вотчины За счет фрагментации информационной среды Мы будем в этом помогать, мочить людоедов столько, сколько вы от нас этого потребуете Подобное настроение можно увязать с подготовкой замены начальника Путин представляет из себя дорогую и прокачанную медиаперсону Но его фигура не вписывается в новый политический ландшафт Я вот хочу это подчеркнуть, но нас не в чем упрекнуть Он не смог обеспечить победы в войне против Украины, которая готовилась по существу с 1999 года Боевые действия, военные действия, это всегда связано с трагедией И с потерями людей Это мы прекрасно понимаем, отдаем себе в этом отчет Но поскольку это неизбежно, лучше сегодня, чем завтра Военный потенциал, который накапливался четверть века, бездарно могилизировался В сухом остатке страна выглядит ослабленной и дезориентированной Разве так происходит защита национальных интересов? Будет ли нам тяжело? Очень Будут ли атаки на наши города? Да Дадут ли все, что могут дать? Их американские хозяева? Конечно Будут ли водить против нас дополнительные санкции? Да Пока идет мифическая битва за некую историческую Россию За объединение русского народа Скрепы, сшивающие многонациональную тушу, драматически износились Но это всем хорошо известно Это никакой не секрет Местные элиты ждут момента пиковой слабости вертикали для переформатирования рыхлой федерации Раисы и эмиры зажиточных регионов не разделяют оптимизма от путинских завоеваний руин Тем более, что померкла мифологема про силу российского оружия Боевая машина стреляет экскрементами На излете правления Путин лихорадочно мечется Селись доказать способность российских оружейников щелкать превосходящие западные образцы оружия Значит, мы пощелкаем и Петрио Но пока российский ВПК вызывает лишь ощущение смущения и шока от несбывшихся ожиданий Просто какой-то испанский стыд То зависимость от Ирана То сообщение про поставки оружия из КНДР Даже встреча Путина с генералами ВПК в Туле Попахивает скорее растаскиванием колоссального военного бюджета 2023 года Между группировками оружейников Что-то мне подсказывает, что они так активно обсуждают вопрос поставок самолетов Понимая, что эти самолеты никогда на Украину не прилетят Не, они обязательно поставят Не успеют просто Какую страну им не жалко Там как был банюш и пошел разлом Я правильно понял Да, да, да В Шотландии будет свободно Англия, Англия буль-буль Субтитры создавал DimaTorzok